Куда пойти с утра в воскресенье? Как нефть, так и пыль. Избить ноги, купить фруктов, овощей. Ну а еще попадаются и такие вот тортики. Вот я решила взять два кусочка тортика. Значит, тортики маленькие 5 долларов, побольше 10, побольше 25. Вот я купила два, попробовать по 5. Я поеду сейчас к дочери, повезу туда. Попробуем, какие они, так сказать, нарушим свою диету. Рынок уже маленький, его подпирают, 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 но он вроде должен быть где-то в другом месте еще. Так, здесь он выпечку продают. Ну я, в общем-то, уже купила все, что мне надо. И теперь хочу поехать к дочери. Сейчас три автобуса впереди, и можно идти уже к дочери. Знаете, вот смотрю, и так обидно. Встретила эту женщину, которая продает орхидеи, и она сказала, что рынок закрывается совсем. Какой-то китаец купил весь этот кар-парк. Ну, сами понимаете, кар-парк – это паркинг. И будет здесь строить большой высокий дом. Странно как-то. А как же людям, где парковаться? Ну, ладно, насчет рынка. А где людям парковаться? Ну, ладно. Все-таки я немножко пройдусь, а там цветочки такие неплохие продаются. Дошла. Вот такая машина с цветочками. С разными. Посмотрите, какие красивые, да? Такая капусточка. Три на десять. Такие штучки. Очень красиво. Интересно, у нас едут? Или нет? Лили. 8 долларов букетик. По-моему, это герберы. И там розочки есть какие-то. Вот, я смотрю, женщина купила орхидеи. Интересно, где она их купила? Может, это у той женщины, которая их продает с машины? Так, ну, тут особо так рассматривать нечего. Веточки всякие зелененькие. Еще какие-то, смотрите, 3 доллара. Какая-то фигня такая. Я даже не знаю, как это называется. Тут каждый раз всегда найдешь что-то такое новое и интересное. Ой, а девушка стоит, смотрите, пускает шарики. Я думаю, откуда они тут летают? Фу, сейчас все в рот налезут эти с мылом шарики. Так, это турецкий. Дяденька стоит. Продает свои пироги. Так, you are later today. Morning. Good morning, how are you? Not too bad, thank you. Some Russian people are selling the cakes as well. Yeah. Turkish people are even here. I think they are from Kazakhstan. Russian from Kazakhstan. No, I think it's from North York. It's from Istanbul. You. I'm taking you about the people who are selling the cake, Russian's cake. They're here. Good morning. Yes. Привет, привет. Пока-пока. Так, я ему говорю, некоторые люди продают здесь. Стоят пирожки, а ты что-то поздно пришел. Он говорит, я из Истамбула. Я говорю, да я знаю, что ты из Истамбула. Поэтому, ну так, трошки поболакалы. Так, вот тут киви. Киви. Киви, да. Киви по 3 доллара килограмм. А тут, думаю, сейчас брякну авокадо или еще что-нибудь в таком духе. Я покупала здесь помидоры. У нас сейчас помидоры в большиную цену. В магазине 15, 17 долларов килограмм. Ну, зима, зима. А я взяла здесь вот по 12 долларов. Вот такие хорошие. Выбрала помидорчики. Да поеду я на дочь купила, на ее долю и на свою долю. Сейчас проедусь к ней, наверное, отвезу. Так, 3 доллара штука перец. Авокадо там по 2 доллара штука. Мне надо авокадо. У меня авокадо есть вообще. Ой, так, что здесь? Видите, такой, это как бы китайский магазин выехал какой-то. Смотри, собачка в сумочке. Вот такая, вышла погулять. Посиди в сумочке. Бьюти. Посмотрите на эту бьюти. Ну, не хочется побегать таким. Саша, Саша нравится. Китайская тетенька такая вывела в сумочке собачку погулять. Яблочки такие по 2,50. А я думаю, собачке все-таки хотелось бы размяться, наверное, немножко. Так, виноградик по 5 долларов килограмм. Здесь такой красный. В магазине он, по-моему, по 8. Так, ну, эти меня не впечатлили. Персимоны, то бишь хурма. А ананасов можно купить 2 на 8. Можешь купить. Да, какие-то они мне подозрительные. Такие. Ой, а здоровые какие. Так и хочется купить. Может, все-таки куплю. Что ж я даром сюда приперлась. Так хорошие будут. А еще тут продается всякая разная такая, смотрите, фигня. Это, между прочим, имитация очень дорогих украшений от Ван Клифф. Ну, если кто не знает, посмотрите. Вот это вот такие украшения, которые стоят в тысячах долларов. Не эти, конечно. Это имитация. Ну, очень похожи. Красивые такие. Подцепочки под золота сделаны. Ну, такая бижутерия. Красивая бижутерия. Между прочим. Ой. Так, сейчас я пройду на эту сторону. Потому что у меня такая тележка. Эти. Еще один рынок. Сент-Джонс. Если вы хотите еще один рынок. Окей. Еще один рынок. Окей. Пока стояла, разглядывала. Тут ходит женщина и каждому объявляет, что этот закрывается. Рынок в августе закрывается, 27 августа. А Морин Роуд, Сент-Джонс. Уже работает рынок. И будет работать дальше. Чтобы они провалились. Я туда не поеду никогда. Это далеко. И добираться туда неудобно. Ой. Так. Ну, здесь Луи Витон кошелечки. Типа. Интересно, сколько стоит такой кошелечек. Под Луи Витон. Вот такой. Можно подделку. Купить под Луи Витон 25 долларов. Ой. Так. Я что-то с мысли сбилась. Смотрите, какие стоят. Шлепанцы. Такие все в бриллиантах. Такие эти. Ой. Они еще на платформе. Хотя это не шлепаться. Это вот эти, знаете. Вот такие, извините. Чуни. С моей точки зрения, это такие чуни. Чуни в Муни. Вот такие вот, смотрите. Что тут на них. Написано Крокс. Ну, может они и Крокс. Ну, я очень сомневаюсь, что это Крокс. По-моему, это не совсем настоящий Крокс. Так. Love you. Вот такая интересная фигурка. Так. Вот сумок полно. Люди смотрят. Ага. Фигучи. 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 Хорошие этикетки. Умеют делать. Так. И кто сейчас не умеет делать этикетки? Ой. Собачки. Пришли подружить. В воскресном утром. Ой. Так. Ну, извините. Если я что-то камерой не так зацепила тут эти камни. Вот так. Кому не надо. Каждый раз продают эти камни. Не знаю. Может и покупают. Посуда такая красивая. Очень красивая. Грейпфруты. Написано. Свежесорванные. Сладкие грейпфруты. Небрызганные. Но спрейт. 5 долларов кулечек. Так. Представьте. Сладкие. Зеленые. Это. Шкурка. Сладкие. Так. Тут носки. Какие хочешь. Сколько хочешь. 5 долларов пакет. Или вот там вот подследники. 2 на 5 долларов. Ой. Товарищи. Ладно. Ходить тут хорошо. Гулять хорошо. Ну. Надо ехать. Сейчас на автобус. На один. Потом на второй. И потом дочери. Значки. Всякие. Разные. 3 на 5 долларов. Или 1 на 2 доллара. Да. По-моему. Это значки. Все. Кто это? Кто это носит? Все значки. Меня это всегда удивляет. Так. Тут. Покушать продают. И попить. Что-то. Люди кушают. Супы какие-то. Едят. Между прочим. Пахнет вкусно. И между прочим. Тут всегда полно людей. Так. И вот. Еще одну собачку гулять. На руках. Ну. Я думаю. Что собачка все-таки хочет погулять ножками. И при этом. При этом. Так сказать. Размяться. И понюхать всякие эти. Как они там называются. Столбики. Стеночки. Так. Это здесь стоит такой туалет. Переносной. Поставили. Заходишь. Уже была. Вас заводить не буду. Нажимаешь. Заходишь. Потом оно автоматически там закрывается. И открывается только тогда дверь. То есть можно нажать на кнопку. Открыть дверь на выход. Когда ты нажал на кнопку слива. Вот. Поэтому. Это. Приучаешь людей. Быть аккуратными. Так. Здесь вот такая. Детская площадка. Детки гуляют. Ой. Тачка у меня тяжелая. Тащить. Масика такого. Покатали. Ой. Дети. Знаете. Тут такие красивые дети. Они такие все. Как ангелы. Очень красивые. Так. Это по-моему китайские дети. Их тоже очень много. Очень многие китайцы, когда сюда приезжали раньше. Когда по закону можно было иметь только одного ребенка в Китае. То здесь им можно было иметь двое. И они имели двоих. Так. Прохожу. Тут стоит такая скульптура для украшения. То есть на что она выражает. Какой-то такой человек скрученный до невыносимости. Так. Ладно. Тут кустики, кустики. Мой автобус. Ёлки-палки. Проехал. А до него еще идти-идти. А следующий будет через 15 минут. Ой. Что-то мне сегодня не везет с этими автобусами. Под номером 82. Я сюда ехала точно так же у меня из-под носа. Уехал. А мне нужно ему знаете как это выразиться. Так по культурнее. В зад бежать. И мне пришлось ждать следующего. Так и этот. Я уже на него не успеваю. В любом случае придется ждать следующего. Вот иду иду. Как жизнь, если это все меняется к худшему. Если ты в каких-то моментах. Если ты привык к чему-то лучшему. То потом это обязательно поменяется к худшему. Вот смотрите. Этот рынок тут был. Ну как минимум 30 с лишним лет. Или 40. Почему я так говорю. Потому что я здесь видела женщину. Ну как-то с ней разговаривала. Которая продавала вот это задешево всякие там тарелочки. Вот эти стаканчики, вилочки. Ну всякая это фигня вот эта. И она продавала какой-то день. И сказала это последний день. Так. Сейчас сяду и продолжу. А то я ухекалась тащить такую тяжелую тролли. Так вот продолжу свои мысли. И она сказала, что она на этом рынке. Ну так по воскресеньям стояла. И все этот, так сказать, мотлах продавала. 30 она сказала. Вот или 30 или 35 лет. Представляете. А женщина была такого возраста. Ну как я. Может даже старше. Уже. Я подумала. Боже мой. Как долго здесь этот рынок. И теперь благополучно землю продали. И благополучно этот рынок убирают отсюда. А людям было удобно. Пришел сюда в воскресенье. Купил покушать. С семьей пришел. Собачку прогулял. Ну. Теперь здесь не будет этого. А переводят. Вот как я уже тут взяла эту бумажку. Это далеко отсюда. Это совсем далеко. Это нужно как бы вернуться ко мне. И от меня еще ехать туда. То есть совсем неудобно. Сюда так хорошо было. Смотрите. Вот я на этой остановке приехала. Встала на этой остановке. И пошла туда на рынок. В двух шагах. И назад точно так же. А теперь. Ну не знаю. Как будет теперь. Теперь не буду ездить. Ну в общем. До августа еще можно будет сюда поездить. А потом все. Кошмар какой-то. Так. Ну ладно. Еду к дочери. Сейчас я ее обрадую. Жек не приеду. С утра пораньше. И покажу там потом. Когда приеду. Что я купила. Потому что сейчас уже. Как бы из своей тролли доставать не буду. А автобус уже и не очень долго ждать. По-моему он опять что ли стал ходить через 10 минут. Он раньше ходил каждые 10 минут. Потом как-то было каждые 15. Ну не знаю. Посмотрим.